А вы можете представить настоящего лидера без единой и сплоченной команды? Я нет. Даже русская пословица гласит о том, что один в поле не воин. Вот и наши студенты в лагере лидер учатся не только руководить, но и создавать настоящие коллективы и быть частью единой команды. Нужно быть открытым, нужно быть дружелюбным, верить в другого человека, не быть единоличником, скажем, и верить в общий успех. Мы уже команда. На самом деле надо быть, наверное, активным, надо быть самым активным. Надо найти себе команду единомышленников, чтобы вы вместе что-то делали, как мы. Чтобы вы вместе работали и достигали вот одной цели, ради которой вы все это делаете. Надо слушать друг друга, надо ставить себя на место другого и всегда стараться понять, понять, что тебе хочет донести твой собеседник. Лагерь «Семинар Лидер» стал традиционным событием для студентов-огаревцев, которого ждут с нетерпением как уже состоявшиеся лидеры студенческого самоправления университета, так и молодые ребята, для которых все только начинается. Если честно, очень неожиданно, потому что мы сразу, как только приехали, влились в работу, сразу пошла какая-то движуха, не минута, чтобы отдохнуть. Это очень, на самом деле, интересно и очень способствует саморазвитию и организации собственного времени. В этом году лагерь «Семинар» поменял свой привычный формат на новый. Изменения коснулись и организации лагеря. Участниками «Лидера-2016» стали лишь 100 представителей студенческого самоправления разных факультетов и институтов. Очень символично, что в этом году концепция лагеря несколько изменилась, потому что в этом году ребята разрабатывают социальные проекты на те темы, которые были заранее продуманы оргкомитетом. Это и привлечение студентов с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культуры, это и организация системы работы с ветеранами, организация студенческого фестиваля науки, ну и еще несколько других, которые являются такими актуальными. Ребята разделены на 7 групп, и каждый из них будет реализовывать свой проект. Сначала они узнают, как проекты пишутся, потом как они готовятся к защите. Ну и в каждой группе все функциональные направления поделены между участниками. В этом году ребята для того, чтобы стать участниками лагеря, писали мотивационные письма, почему именно я хочу стать участником лагеря «Лидер». И в итоге, конечно, заявок было гораздо больше, чем предоставленных и возможных мест, но тем не менее сегодня у нас есть 100 лучших, которые на протяжении двух дней будут радоваться жизни. Традиционной частью лагеря стали встречи студентов с руководством вуза. Ректор университета поблагодарил студенческое самоуправление за активную работу и помощь в организации мероприятий различного уровня, а также ответил на все интересующие студенчества вопросы. В очередной раз мы встречаемся здесь с вами. Это хорошая, добрая традиция. Очень быстро пробежал год. По моим ощущениям, это было месяца 3 или 4 назад, когда я в этом зале с этой же позиции общался, встречался с вами. Я думаю, что многие из тех, кто был в прошлую смену, помнят нашу с вами встречу. Поэтому мне еще раз очень приятно вас видеть, приятно приветствовать от ученого совета, секретаря, ректората нашего вуза. И хотел бы мне пожелать вам, прежде всего, успешной и благотворной работы, приятных образов впечатлений. На протяжении двух с половиной дней студенты принимали активное участие в мастер-классах и тренингах, направленных на подготовку и разработку проектов. Полезность нового направления отметили и сами студенты. Я считаю, что написание проектов сейчас актуально и очень значимо для общества. И, возможно, путем реализации этих проектов мы как-то поможем университету. По итогам лагеря была сформирована пятерка лучших студентов. Лидер 2016 стал не только ступенью в подготовке к серьезной проектной работе, но и очередным незабываемым мероприятием для его участников.